В прошлом сезоне лишь на одном этапе юниорского гран-при из четырех, где у нас соревнуются пары, мы потеряли бронзовую медаль. Тогда Полуянову и Сопоту не удалось попасть на пьедестал. Но золото и серебро, как и золото, серебро и бронза на предыдущих трех этапах, были у наших фигуристов. И уже в этом сезоне, на предыдущих двух этапах, все было точно так же. На этапе в Лег-Плесиде и на этапе в Челябинске наши пары заняли весь пьедестал. И теперь мы видим результат, который у нас на третьем юниорском гран-при. У нас золото, но в этот раз не только бронза, но и серебро. Просто она просто потеряна. И главное, кому мы проиграли? Слабой американской паре, у которых выброс это тулуп и сальхов, у которых также нету тройных прыжков и в целом все парные элементы корявые. Я уж молчу про общее качество катания. И также проигрываем немецкой паре, которая только недавно образовалась. В общем, все это печально. И единственное светлое пятно на этом турнире в соревновании пар были Полина Панфилова и Дмитрий Рылов. Как собственно и всегда. В целом замечательное катание. Есть несколько моментов, где они на секунду выпадают из образа. То есть еще не видно такой полной отточенности всех элементов. Но в целом это было невероятно захватывающе и просто шикарно. Но, к сожалению, двойной асалихов, как одинарный прыжок, но прыгайте вы хотя бы двойной луц или двойной флип. То есть на прыжках они, конечно, теряют очень много. Не знаю, как они будут по-взрослым кататься. На юниорском уровне, да, они чуть ли не победили Мишина Галямова, у которых есть тройные прыжки. И Мишина Галямов практически проиграли им на юниорском чемпионате мира. С тройными прыжками. Но на взрослом уровне все равно все будет немного по-другому. И каждый балл будет на вес золота. И учитывая базовую стоимость двойного сальхова, это, конечно, просто несерьезно. Но еще раз повторюсь, это было восхитительное выступление. Абсолютно завораживающее. Ну и, к сожалению, наводящую грусть, именно когда ты смотришь на их прыжки.